Друзья, всем привет! На канале Рецептов Квостях Увани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях, а я хочу поделиться, как приготовить грибы и шампиньоны. Как приготовить их вкусно. Они получаются очень ароматные. Расскажу про все важные моменты. Грибы и шампиньоны вкусные, доступные и полезные. И перед тем, как начинать их готовить, я рекомендую их промыть под водой, либо очистить бумажным полотенцем. Магазинные грибы и шампиньоны идут довольно чистые. Я их просто протираю бумажным полотенцем. Если гриб очень грязный, я промываю его под водой. Но стараюсь поменьше добавлять воды, потому что грибы слишком быстро впитывают влагу. Если плодоножка у гриба выглядит свежей, я ее не убираю. И верхний слой у гриба очищать не нужно. Для сегодняшнего рецепта я взял 450 граммов грибов и шампиньонов. Они довольно крупные. И я рекомендую их разрезать на две половины. Так будет вкуснее. А если вы купите мелкие грибы и шампиньоны, там вообще все проще. Их не нужно разрезать. Можно сразу начинать жарить. Сегодня основная специя у меня будет чеснок. Я приготовлю чесночные ароматные грибы и шампиньоны. И хочу показать, когда нужно добавить чеснок, для того, чтобы он не подгорел, а передал весь аромат грибам. Чеснок рекомендую именно нарезать ножом, а не натирать на терке. Для того, чтобы оставалась текстура. Первое правило приготовления грибов. Нужно взять сковороду большого размера и желательно с толстым дном. У меня стальная, которую я хорошо накалил. Если формируются шарики, значит она горячая. Можно взять чугунную. Потому что сковороду с толстым дном можно хорошо накалить. И она передаст жар грибам. Это важный момент в приготовлении жареных грибов и шампиньонов. А далее добавляю подсолнечное масло. Когда сковорода уже достаточно нагрета. Масло должно покрывать дно сковороды. Грибы как губки. Они начнут сейчас впитывать масло. Я знаю, многие говорят, что не нужно добавлять масло при жарении грибов. В начальном этапе. А вот я считаю, что температура должна быть высокая. И масло поможет избавиться от влаги грибов. На первоначальном этапе грибы и шампиньоны сразу начнут жариться на сковороде. Вообще температура приготовления грибов является основным фактором. Если температура невысока, с грибов начнет выделяться слишком много влаги. И они будут париться, а не жариться. И не получится таких вкусных жареных грибов и шампиньонов на сковороде. Я немного добавляю еще масло в процессе приготовления, чтобы смазать грибы сверху. Но это не сильно необходимо. Это уже контролируйте сами. Обратите внимание, я взял сковороду широкую, с большим дном, для того, чтобы грибы сейчас лежали одним слоем. Если они будут лежать горой, то, естественно, выделится много влаги. И опять же, они начнут париться, вариться, а не жариться. Температура на сковороде сейчас высокая. Грибы прям поют. Послушайте этот звук. И сейчас я рекомендую вот эту грань, которую мы подрезали, выкладывать снизу на сковороду, чтобы она запеклась, и, соответственно, презентация будет красивая. Вот что я имею в виду. Вот так вот гриб переворачиваете. Выложите вот этим слоем на сковороду, чтобы все было ароматно и красиво. Обратите внимание, сколько выделяется пара. И по паре вы можете определить, сколько нужно жарить грибы в шампиньоны. Когда пара много, значит, еще нужно выпаривать влагу и, соответственно, продолжать жарить. Но по времени это займет примерно 7-10 минут. А также еще по объему можно определить, сколько нужно жарить грибы в шампиньоны. Когда они уже начинают уменьшаться на сковороде, значит, они уже практически приготовились. И нужно нарезать еще зеленого лука. Либо, как вариант, можно взять петрушки, либо свежего тимьяна, потому что тимьян очень хорошо подходит грибам с шампиньоном. Я нарезаю лук под углом, чтобы была красивая презентация. Только зеленую часть. В сковороде сейчас ничего не должно пригорать. Грибы должны жариться, а не подгорать. Вот, посмотрите, я переворачиваю их в воздухе. И, конечно, можно сделать это с помощью лопатки. Но лучше научиться делать вот так. Таким образом, все получается равномерно. В процессе приготовления я немного регулировал температуру, игрался то вверх, то вниз, потому что нужно следить. Но все-таки, вы заметите, грибы уже перестали петь, потому что они уже практически готовы. И вот время пришло добавлять сливочное масло и чеснок. Вот как у меня сейчас выглядит на сковороде, потому что это основная сейчас презентация уже. И сейчас мы пойдем работать над вкусом. Примерно столовая ложка сливочного масла. Жду, чтобы оно растопилось. И после того, как я добавил сливочное масло, температуру на сковороде я уменьшаю на тройку из десяти, для того, чтобы грибы стали сливочными, потому что сливочное масло не должно подгорать. Посмотрите, как грибы-шампиньоны сейчас выглядят на сковороде. Они прожарились и получают весь вкус сейчас от сливочного масла. И нужно добавить, конечно же, чеснок. Сейчас нужно активно стоять и перемешивать, для того, чтобы чеснок не подгорал, а передал вкус грибам. И когда вы заметите, что чеснок уже начинает выделять свой аромат, добавьте крупную соль по вкусу, а также черный молотый перец. И вот на этом жареные грибы-шампиньоны уже готовы. Пойдемте дегустировать. Грибы-шампиньоны обязательно сейчас нужно снять со сковороды, для того, чтобы остановить процесс приготовления, для того, чтобы чеснок не подгорал, а он уже очень ароматный. Приготовьте жареные грибы-шампиньоны по этому рецепту и методу, и вы не пожалеете, потому что это действительно весь вкус сейчас в грибах. Даже магазинные грибы получаются ароматные, вкусные, и очень хороший гарнир. Или закуска, это уже на ваш выбор. Я люблю, конечно, такие грибы на завтрак. Конечно же, нужно продегустировать эту вкуснотищу. Сливочный, ароматный, пропитанный всеми вкусами. Настоящая лакомца, друзья. Я довольный результатом, и уверяю, вы останетесь довольны. Приготовьте по этому рецепту, подписывайтесь на мой канал, приглашайте своих друзей, знакомых, почаще заходите ко мне в гости. До скорой встречи, пока!